это будет только обзор чем мы занимались в дальнейших уроках то есть прежде чем нам писать сайт нам надо научиться выбирать с базы данных все что угодно иными иными словами мы разобрались с выборкой объектов керосет и методами да сейчас секунду то есть выборка объекта имеет большое количество методов здесь есть некоторые ключевые моменты которые я учел поэтому работать банально просто надо просто понять вот именно вот эти вот понять мы как раз и занимались и разбирались с этим это нам даст возможность легко работать зачем мы это делали в первую очередь сейчас стоит наша задача если мы уже некоторые методы переопределили то сейчас у нас стоят два несколько методов get керосет далее get контекст объект дата get вот эти три основных метод ну во первых разобрались разницы между get керосет get контекст объект дата банально проста и далее нам по сути дела надо что научиться делать выбирать объект из базы я вам сказал всегда держите в голове очень простую вещь для программиста в программиста в том числе и джанго программиста есть три простые вещи сначала надо объект поместить разместить в базу данных тогда у нас далее излечь его нужным нам образом и показать нужным образом для этого нам есть существуют эти методы мы с вами в данном случае использовали работу jupiter ноубук и научились это делать для того чтобы не было проблем для того чтобы мы могли выбирать абсолютно любые записи я думаю мы еще немножко усложнимся я тут у меня есть некоторые задумки чтобы вы поняли что в джанго совершенно просто выбирать сложные очень сложные запросы многоступенчатые запросы поэтому уроки уроки здесь и вперед вот так мы потихонечку готовимся действительно писать сайт чтобы вы могли уже выбирать все что вы хотите я специально делал довольно сложные вещи просто чтобы вы и приводил пример допустим каждый наверно видел сайт фильмов где можно выбирать там по датам по жанрам по актерам все это довольно просто делается и в джанго при этом надо понять не всего лишь несколько ключевых вещей то что мы и сделали сайт spb-retout.ru